Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя, Одна в глуши лесов сосновых, Давно, давно ты ждёшь меня. Ой, я смотрю, Дима, школьную программу, ты ещё помнишь ностальгия? Да нет же, нет. Сегодня день рождения Арины Родионовны, главной няни России. Первой своей музе Александр Сергеевич Пушкин посвятил эти вот самые строки. Сейчас её имя стало нарицательным и известно каждому школьнику. Но образ няни со временем менялся. Все мы помним Мэри Поппинс, которая прилетала на зонтике. А современные и вовсе приезжают на автомобили. В городе начала свою работу служба сопровождения детей автоняня. У нас в гостях генеральный директор компании Любовь Яковлева. Доброе утро, Любовь Геннадьевна. Доброе утро. Насколько мы знаем, вы первая в городе с подобной службой. Как появилась идея создания автоняни? Ну вообще идея, естественно, родилась спонтанно. И родилась она из-за того, что я лично сама столкнулась с такой проблемой в прошлом году. У меня сын пошёл в первый класс, маленькая дочь в детский садик. Я просто не успевала. Не могли разорваться. Я разрывалась между работой, между тем, как успеть забрать, как привезти домой, как всё это сделать. И естественно, я тогда появилась у меня мысль о том, что должно быть что-то такое. Ничего не нашлось. Я решила, что нужно организовать сама, и, собственно, я это и сделала. Сейчас как обстоят дела? Что касается заявок? Много ли обращений и кто пользуется данной услугой? Не могу сказать, что у нас колоссальное количество заявок, потому что мы недавно открылись и мы недавно начали работу. Но, тем не менее, заявок уже достаточно, чтобы можно было сказать, что мы работаем. Действительно, в основном это мамы, ну, семья, у которых мама и папа работают, зачастую заняты, и, естественно, нет возможности забирать детей. Поэтому достаточно заявок, и в основном это люди трудоспособного возраста, скажем. Вот меня как родителя, да и многих других родителей, конечно же, будет интересовать, а кто повезёт моего ребёнка, кто этот человек, как вы подбираете персонал, какие тесты, психологические ещё какие-то устраиваете? На самом деле, у нас действительно очень большой и сложный отбор сопровождающих. Почему? Потому что мы понимаем, какова ответственность на этих людях, и понимаем, что безопасность детей для нас, в том числе, является самой главной. Поэтому, прежде чем мы отбираем людей, мы сразу говорим о том, что мы хотим, какие мы требования предъявляем. Естественно, полный пакет документов. Естественно, у нас идёт необходимый запрос справок, для того, чтобы родители могли убедиться, что человек не судим, потому что человек не имеет огромного количества правонарушений со стороны ГИБДД. При желании родителей, повторюсь, при желании родителей, мы можем сделать запрос психодиспансера, а также наркологического. Но в связи с тем, что у нас очень большой поток сопровождающих, желающих людей, нам есть из кого выбрать, поэтому, конечно же, мы оставляем право родителям выбрать, хотят они работать с этим сотрудником или нет. И если им нужна такая справка, конечно же, мы подоставляем. А родители, как правило, выбирают одного какого-то водителя, да, сопровождающего? Нет, на самом деле у нас за семьёй, за ребёнком закреплено два сопровождающих, обязательно. Родители ему знакомы, у нас один основной, другой у нас в резервном находится. Поэтому родители знакомы, дети знакомы, предоставляем полностью весь пакет документов. Что касается таких вредных привычек, как курение, выбор музыки, ставите ли вы какие-то ограничения, всё-таки перевозят детей? У нас хороший вопрос. У нас по нашему договору с сопровождающими запрещено во время движения слушать громко музыку, практически рекомендуем вообще её отключать. У нас запрещено во время движения подсаживать себе человека или вообще приезжать с кем-то, даже если это родственники, жена или собственные дети. Отвезли ребёнка, доставили до места, потом можете садить. У нас курение, естественно, запрещено, и в основном, как ни странно, он у нас сопровождающий без вредных привычек. Личный водитель – это всегда дорого. Вот такое вот детское такси доступно в среднестатистической семье? Доступно, но сразу оговорюсь, мы не такси, мы работаем всё-таки как личный водитель больше, такая служба. Приезжаем строго по времени, мы сопровождаем ребёнка из пункта А в пункт Б, то есть у нас нет подъехать к дому, когда спустят. Мы поднимаемся до квартиры, забираем ребёнка от квартиры, доводим до учебного заведения, если это детский садик, то до группы. Мы в группе помогаем ребёнку раздеться, и потом только уже отзваниваемся родителям, чтобы мы выполнили услугу. Поэтому с такси мы себя не сравниваем, мы больше личный водитель. Если говорить по ценнику, то цена достаточно лояльна, мы как раз рассчитывали на средний уровень жизни среднестатистической семьи, чтобы любой человек, любая семья могла воспользоваться вашей услугой. Поэтому вот так. Я думаю, сейчас многие заинтересовались данной услугой. Впереди учебный год. Принимаете уже заявки? Да, действительно, мы сейчас уже начали набор на сентябрь месяц. У нас уже сейчас есть предварительные заказы, необслуживаемые договора. А гарантии какие вы даете, безопасности? А гарантии безопасности, конечно же, мы даём. Безопасность того, что ребёнок за время движения пути, сопровождающего с ребёнком, мы в любой момент знаем, где у нас находится ребёнок, мы прекрасно ведём отчёт. И родителям отзваниваемся. За это родители нам благодарны, и мы благодарны им за то, что они нам доверяют. Самое ценное в своей жизни. Ну и, конечно, было бы, наверное, неправильно, если не сказать сейчас, как вас найти, где и что. Мы находимся в центре Тюмени, Республики 160, офис 305. В любой момент нас ждём. Приходите к нам. Наш телефон 611-520. Спасибо большое. Напомним о городской службе сопровождения детей «Автоняня». Мы говорили с Любовью Яковлевой, генеральным директором компании. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...